так друзья продолжение разбора по вашим заявкам это м видео месячный график соответственно что мы видим но здесь вот у нас было мощное движение в декабре на фоне распродаж новогодних и дивидендов соответственно акцию подзагнали теперь сейчас идет соответственно вполне естественное снижение здесь цель движения у текущую при текущей динамике это может быть 420 400 до 425 вот однако если все таки начнется восстановление потребительского спроса и покупки с марта апреля то такого движения в принципе компания может избежать но я бы сейчас на такое не закладывал так неделя но недельный график от более оптимистичной то есть что здесь получилось был задерг наверх шип дальше соответственно откат здесь откат не вернулся на тот уровень с которого начинался пошла проторговкой пока соответственно акции компании удерживаются в этой проторговки но должен заметить что здесь не очень хорошо идет снижение на растущих объемах то есть свечи которые отвечают за снижение они соответственно дают больший объем нежели то что идет на рост это говорит о том что скорее всего тренд бычий переломлен и либо сейчас это проторговка она продлится еще какое-то неопределенное время или соответственно отсюда будет выход и движение на 430 425 вот сюда вот в этот диапазон так давайте еще посмотрим дневной график что нам говорит дневной график исходя из дневного графика акция получается находится в консолидации диапазоне 525 508 соответственно пробитие 505 на растущем объеме уведет ее вниз возможно даже будет движение вплоть до 430 ну вот соответственно пробитие наверх вот этого уровня на растущем объеме цель движения здесь будет на 550 550 555 но сейчас идет поджать идет игра пока сложно сказать чем она закончится исходя из того что на рынках началась корректировка я думаю что в понедельник мы конечно же увидим движение вот сюда вот вот и соответственно возможно не более вероятно будет пробой и соответственно уход на 500 490 здесь с учетом вот этой формации высока вероятность того что если вот уход будет под 505 то скорее всего дальше пойдет пробитие и вот этого уровня 492 и наиболее вероятность сценарий это движение акции на 450 430 потому что сейчас на текущий момент я думаю эти акции будут находиться под давлением у них конечно есть цель движения вот сюда вот на 586 но при текущей конъюнктуре рынка и тому что происходит на финансовых рынках на потребительском рынке в нашей стране я думаю пока вот это движение на 586 590 она маловероятно с учетом текущей ситуации то есть если конечно случится какая-то фантастическая ситуация и акция вот отсюда пойдет и пробьет 544 545 на растущем объеме в этой ситуации будет высока вероятность того что это движение продлится на 586 и возможно даже 595 вот сюда вот в этот диапазон я думаю сейчас такой сценарий маловероятен здесь как раз больше я думаю вероятность это сценарий связаны с тем что будет пробить и 505 потом пробить и вот этого диапазона 492 480 после этого движения вот сюда вот в проторгованную область 450 430 в принципе если 505 пробьет вероятность того что вот он здесь удержится в этом диапазоне 480 503 она конечно есть но я думаю что если вот это движение будет инициировано с пробоем 505 то высока вероятность того что и этот диапазон будет пробит и соответственно акция пойдет в этот диапазон 450 430 но посмотрим какой сценарий будет реализован пока как бы насчет скажем так вот этой компании я не вижу особого позитива единственно какой здесь может быть позитив что я так понимаю эта компания одна из лоббистов которые за то чтобы увеличили пошлины на ввозимую технику то есть чтобы люди не могли заказывать по доступным ценам там телефоны какую-то мелкую бытовую технику ноутбуки на али вот и соответственно они возможно планируют что у них ситуация будет улучшаться за счет того что они отожмут этот рынок и соответственно люди за счет введения там этих 30 процентных пошлин снижение беспошлиного барьера соответственно они таким образом за счет потребителей расширит свой рынок вот и на фоне падающего рынка они все равно будут иметь какой-то рост но я пока честно скажу я не вижу насколько вот это действие она окажет позитивное влияние на выручку и прибыль этой компании с моей точки зрения здесь скорее будет ну с учетом вообще общей конъюнктуры экономической и введение всяких новых интересных законов плане там предустановки отечественного п.о. то есть я думаю акции этой компании окажутся под давлением потому что все вот эти меры они приведут к ухудшению покупательной способности и как следствие снижение скорее всего выручки прибыли данной компании так друзья вот дальше спрашивали настоятельно по поводу черкизова я эту компанию по моему не рассматривал ну соответственно это производитель продукции пищевой что могу сказать вот исходя из графика месячный график здесь достаточно бычья картина то есть вот здесь была попытка слома разворота которая привела к росту единственно только смотрите вот январь еще не закончился и вот это вот снижение которое развелось на рынке нефти и на американском рынке она вполне может все таки вот этот рост ну во многом загасить и соответственно тогда вот если январская вот эта свеча будет погашена то для этой компании получается что весь вот этот рост который формировался исходя вот из вот этой консолидации попытки ухода вниз в рамках этой консолидации он будет перечеркнут и скорее всего в этой ситуации тогда акция нас останется вот в этом диапазоне торговаться который от 1700 идет до 1947 то есть если на предстоящей неделе все-таки вот эти негативные процессы которые развиваются на рынке нефти и на америке они прекратятся и пойдет отскок то наверное по этой компании мы увидим закрепление выше 1950 и соответственно это будет для нее существенный плюс это будет указывать на то что состоялся выход наверх и в самое ближайшее время она пойдет тестировать двойную вершину 2550 однако если вот эти негативные настроения будут преобладать то соответственно она закроет январь возможно пробитием 1700 на растущем объеме и в этой ситуации скорее всего она перейдет вот в этот диапазон проторгованной 1475 1650 конечно с учетом динамики такой динамики роста здесь более видится или то что она продолжит свой рост или по крайней мере останется вот в этом консолидационном диапазоне так ну что у нас в рамках недельки в рамках недельки получается сейчас акция компания она очень устойчиво торгуется в диапазоне который идет от 1700 до 2190 вот здесь как бы такая формация образовалась если следовать идеологии лин линды рашки это такая дама который очень хороший трейдер американский то вот эта двойная вершина с определенным количеством компонентов между ними она скорее всего приведет тому что будет достигнуто значение откуда была инициация движения в данном случае это у нас 1780 вот здесь вот поэтому по-хорошему с учетом вот этих неблагоприятных процессов на рынке нефти америке это что мы еще не отыграли то есть когда рынке закрылись там еще было движение вполне возможно что в понедельник акцию от куда-то сюда на 1780 продают вот но судя по тому что последнее время достаточно устойчиво акция себя ведет и не не особо прогибается то скорее всего все таки ее вот в этом диапазоне удержит а если в этом диапазоне удержит и она не пойдет ниже 1580 или 1650 то скорее всего здесь пойдет повторное накопление отсюда будет движение опять к верхнему диапазон вот этого уровня так то есть если рассматривать недельный график для нас получается здесь существенно чтобы она не пробила 1600 то есть пробить и 1600 даже 1560 на растущем объеме это негатив который будет указывать на то что акция откатиться возможно даже на 1200 вот сюда вот куда-то в том случае если она вот здесь вот удерживается сохраняется вероятность того что в рамках вот этого консолидационного диапазона она будет расти и идти тестировать 2190 вот но обращаю внимание если посыпется америке нефти все-таки это окажется не короткая коррекция действительно треш и обвал то соответственно акции этой компании улетят вниз весьма ощутимо давайте еще дневочку взглянем так ну девочка здесь девочка здесь немножко противоречивая и это противоречивость заключается в том что вроде как она вот здесь отработала определенную цель но вот этот рост он пошел как-то без объема без особого энтузиазма вот поэтому здесь скорее всего в такой формации наиболее энергетически выгодно для этой акции поторговаться в диапазоне 1840-2090 вот здесь вот потому что здесь как бы и движение вниз она затухла и с другой стороны вот это вот свеча на отскок она пока еще не указывает на то что скажем так есть необходимая энергия для того чтобы вот этот отскок полноценно завершился но с другой стороны в общем-то и падение она достаточно уверенно скажем так было перебито но вот опять же судя по объему в этой свече могу сказать что не очень высокая вероятность того что после такой свечи сразу пойдет движение куда-то вверх то скорее всего здесь вот про торговку вот в этом диапазоне 1841 2081 вот так вот она будет болтаться даже не 2081 а 2041 если мы провалимся еще ниже на часовой график то что у нас здесь получается смотрите здесь вот было движение вниз это движение вниз оно вот здесь было развернуто соответственно начался локальный растущий тренд окончание вот этого локального растущего тренда наиболее вероятно она где-то вот здесь вот 2008 2090 вот в этом диапазоне соответственно пока сюда вот не дошла данная акция вот это движение она не будет закрыта то есть вот завершение растущего тренда она где-то вот здесь будет находиться но в том случае если будет пробой вот того нижнего значения когда формировалась вот это движение вверх в данном случае это 1840 1835 то есть пробить 1840 1835 на растущем объеме если здесь будет коррекция будет говорить о том что вот этот растущая формация она сломлена если вот эта растущая формация не пробивает вот этот движение вот этот уровень 1840 1835 на растущем объеме то здесь скорее всего будут откаты наверх и соответственно она будет стремиться вот сюда вот дойти отработать цель которая на 2090 находится вот ну и соответственно если здесь вот этот пробьет то все она начинает камнем падать вниз стремительно и вот судя по часовому графику здесь цель движения первое будет 1730 и потом 1685 так друзья это у нас было черкизова так друзья далее идет компания лента компания лента сейчас находится на лаях если рассматривать месячный график она вот легла как старый брик на боковину и соответственно здесь плавает на 194 190 но соответственно приобретение сейчас акции этой компании это называется ловля падающего ножа если ориентироваться на месячный график потому что видите как здесь фактически дно для того чтобы ее покупать если делать ставку на ее рост должна быть какая-то разворотная формация на месячном графике такой формации нет наоборот она находится на дне и соответственно здесь может получить ситуация как в той истории купите одно дно и получите второе дно бесплатно в подарок так вот если опираться на недельный график здесь уже ситуация она по крайней мере указывает на то что попытка разворота она была но это попытка разворот она пока не реализовалась видите вот это месячное прошу прощения недельная свеча она соответственно рост сбила и соответственно снижение на растущем объеме вот я думаю здесь если говорить о росте этом этой компании то надо сначала какую-то разворотную форм формацию дождаться который будет указывать на то что акции компании будут расти в принципе если следовать логике ловли скажем так двойного двойной вершин или двойного дна можно и вот здесь купить на 1900 192 вот при этом стоп соответственно должен стоять на 190 или 189 и 5 никак не меньше вот в этом случае вполне здесь может быть срабатывание модели двойное дно так называемая 0 и двойной укол там по-разному кто как его называют и соответственно после этого будет отскок первая цель движения 198 и потенциал движения на 205 и 209 вот и потом на самом деле если это пружина она раскрутится то у нее потенциал роста будет вплоть до 222 и потом до 232 вот но это на самом деле достаточно рискованная игра вот потому что здесь пока нету разворотной формации даже на дневках но и на недельках на месячном графике тоже то есть до акция пришла на какое-то дно локальное это даже вблизи ее какого-то ранее обозначенного дна на 186 половиной но здесь пока ее покупка достаточно рискованно я думаю допустимо покупка с каким-то стопом но стоп может выбить вот соответственно пока нету разворотной формации без стопа вообще категорически здесь нельзя а со стопом ну есть можно ее купить но рискованно опять же если рассматривать ее для покупки нужно сначала дождаться как понедельник вторник проторгуемся если пойдет отскок то есть нефти и американский рынок будут корректироваться и расти то соответственно то есть если она на это будет позитивно реагировать и там возникнет отскок то вполне как бы возможно я думаю ее со стопом купить ну как минимум цель движения в этой ситуации вполне может быть 205 но если она вот пробивает вот эти вот значения и тем паче пробивает если 186 половиной на растущем объеме идет ниже то это говорит о том что она еще не опаду и как она падает пока сказать сложно надо будет смотреть с динамикой процесса вот поэтому по данной компании здесь в принципе перспектив есть того что она отрикошетит и будет расти но пока нельзя сказать что это перспектива она реализовалась здесь нужно подождать как вот разрешится эта ситуация с падением нефти америке и в принципе если она если рынке не продолжат падение хотя бы стабилизируется ли тем более отскочит вполне как бы по этой компании возможен рост и минимальные ближайшие цели это 206 206 и дальше то есть она так хорошо достаточно просела и потенциал для роста у нее есть вопрос только в том реализуется ли этот разворот или нет пока он не очень успешно реализовался то есть пошел разворот тут же был слом тенденции и снижение но снижение она не пробила вот эту консолидацию вниз не ушла но однако и тогда падение такого нефти и америки реализованного не было то есть посмотрим как понедельник будут развиваться события исходя из этого если ее не укатают она не улетит совсем вниз ниже ниже 186 с половиной то тогда в принципе надежда на то что она консолидируется и произойдет какой-то рост она имеет место быть все дорогие друзья спасибо за внимание до свидания